МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Любые торговые войны рушат архитектуру мировой экономики. Свою оценку ситуации, которая сложилась из-за экономического противостояния Китая и США, дал Владимир Путин. Президент России пообщался с журналистами в преддверии Совета Шанхайской Организации Сотрудничества в Бишкеке. Российский лидер отметил, у нас с Китаем действительно беспрецедентно хорошие отношения. Мы действительно стратегические партнеры, приводит слова президента телеканала Россия-24. К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами. Они деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже несколько десятков решений, связанных с санкциями. И, конечно, в этих условиях наши симпатии на стороне наших стратегических партнеров. И прежде всего потому, что любые действия, связанные с разрушением сегодняшней, сложившейся уже десятилетиями архитектуры международных экономических отношений, наносят ущерб всем участникам экономической деятельности. Транзит российского газа через Украину после 2019 года, когда завершится действие соглашений, сегодня могут обсудить глава Министерства энергетики Российской Федерации и вице-президент Еврокомиссии. Судьба контракта остается неопределенной. Киев боится потерять миллиардные доходы, если договор не будет продлен. Россия готова к продлению, но только на своих условиях. Встреча должна пройти в Москве, передает телеканал «Россия-24». Соединенные Штаты Америки и Польша договорились о размещении эскадрильи американских боевых беспилотников на польской территории. Такой пункт содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной президентами Дональдом Трампом и Анджеей Дудой. В документе также подтверждается планы Соединенных Штатов относительно увеличения численности американских военнослужащих на 1000 с нынешних 4500. Польша, в свою очередь, обязуется подготовить за свой счет всю необходимую инфраструктуру для размещения военных и техники США, сообщает газета «Известия». Производство автомобилей растет в Казахстане, передает Казинформ со ссылкой на Energy Prom KZ. Производство автомобилей выросло на 38% за год. Объемы производства в республике растут третий год подряд. Более 12 тысяч легковых автомобилей за январь-апрель 2019 года были произведены на двух автозаводах – «Азия Авто» и «Сырарка Автопром», отмечает Energy Prom KZ. «Убер» планирует запустить тестовые полеты беспилотников в Мельбурне, Далласе и Лос-Анджелесе, передает Tengri News KZ. Первые полеты собираются начать в 2020 году. Коммерческий запуск запланирован на 2023. Тестовые полеты будут производиться с территории одного из мельбурнских ТРЦ в главный городской международный аэропорт. Маршрут из центра до аэропорта составит 19 километров и 10 минут лета. На машине это занимает около получаса. Воздушные такси можно будет заказать через смартфоны, так же, как и обычные Uber. Они будут представлять из себя смесь дрона, вертолета и самолета. Сегодня Венесуэла запускает в оборот сразу три новые купюры. В 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров. Пойти на этот шаг пришлось из-за чрезмерно высокой инфляции. Если сравнивать с показателем 2018 года, в мае она превысила 800 тысяч процентов. А к концу 2019 года, по оценке МВФ, вообще может дойти до 1 миллиона 300 тысяч процентов. Между тем, после деноминации в августе 2018 года, самой крупной купюрой были всего 500 боливаров, напоминает телеканал «Россия-24». И это при курсе более 6 тысяч за доллар. Наличные деньги в стране стали дефицитом, а расчеты производились либо в безналичной форме, либо долларами. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы «Деловые новости» ТО «Торговый дрон» Нуртас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова